друзья всем добрый вечер прежде чем мы начнем наш вебинар я хотела бы убедиться что вы меня хорошо слышите и видите пожалуйста дайте мне знать в чате поставьте плюсик или напишите замечательно мы начинаем нашу встречу меня зовут дили мельник не организуем мероприятие компании russia discovery russia discovery уже 15 лет организует активные туры по всей россии в том числе в самые отдаленные регионы такие как плато путарана шантарские острова сахарин курильские острова чукотка якутия антарктида даже и российская арктика сегодня наша третья встреча из цикла недели арктики мы рассказывали пришли с берген вчера у нас была встреча по сему пути сегодня расскажем про землю франции иосифа прежде чем я передам слово нашему ведущему я хочу напомнить о нескольких технических моментов уже третья встречи мы понимаем где могут быть какие-то там помехи и как с этим справиться и так если вдруг зависает картинка советуем вам выйти из вебинарной комнаты и снова зайти тогда все должно дальше пойти хорошо вот еще такой момент мы совершенствуемся если кто был на наши первые второй встречи там приходилось видео запускать самим так вот сегодня механика поменялась то есть видео будет запускать ведущий но пожалуйста не забудьте включить на видео звук то есть если он у вас выключен то вы не будете его слышать вот ну ведущий будет каждый раз перед видео напоминать сергеем договорились вот да вроде бы все я сказала я передаю слово ведущему сергею широкому добрый вечер всем я надеюсь меня тоже видно и слышно вот я сегодня буду рассказывать про землю франции иосифа вот у меня сзади сидит тут тучка белый медведь все у кого есть племянники дети прекрасно знают мультик мимимишки вот мы с тучкой будем сегодня рассказывать на племянник так называет ну и так как я историк то вначале будет немного историй про землю франции иосифа я очень люблю старые фотографии и видео и это тоже будет а потом поговорим уже про современность про животных про что увидеть как увидеть зачем почему и я думаю что план будет примерно вот такой я надеюсь все всем слышно ну и приступим начнем 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 с самого такого простого где собственно земля франции иосифа находится я очень люблю вот эту карту если вы посмотрите вот красненьким кружком там отмечена земля франции иосифа и в общем то шторки меня не обязательно видеть шторок нет у нас просто снегопад большой очень красиво снег идет поэтому может чуть позже будет меня видно но вернувшись земле франции иосифа можно увидеть что она находится в западном секторе российской арктики это небольшой относительно небольшой архипелаг и земля франции иосифа находится к северному полюсу достаточно близко от самой северной точки всего 900 километров до северного полюса ближе к северному полюсу только гренландия ну и немножко фактов земля франции иосифа состоит сейчас как мы знаем из 192 островов последний остров был открыт буквально два или три года назад до шкицбергена 260 километров до новой земли 360 до северного полюса 900 ну и земля франции иосифа интересно тем что 85 процентов площадь это ледники это одна из самых покрытых льдом частей арктики то есть чуть больше площади леденения будет только в гренландии и земля франции иосифа находится между 79 градусом 46 минутой северной широты и самая северная точка находится на 81 градусе 52 минуте северной широты я думаю многие слушали григория цедука позавчера он рассказывал про шпицберген ну вот собственно земля франции иосифа начинается там где кончается шпицберген то есть она уходит на север ну и из цифр это вот общая общая площадь земли франции иосифа названа земля в честь вот этого замечательного мужчины представительного императора австро-венгрии франции иосифа но названа в честь него потому что была открыта австрийской экспедиции австро-венгерской экспедиции если быть точным под руководством вот этих двух замечательных людей юлиуса пайера и карла вай прохта экспедиция стартовала в 72 году и задача экспедиции было пройти северным морским путем ну как мы называем в россии северо-восточным проходом и так получилось что у северной оконечности новой земли судно вмерзло во льды и начало свой дрейф на северо-запад от новой земли через девять месяцев в августе 1873 года совершенно случайно в пелене тумана которая разошлась ненадолго участники экспедиции вот тут они все есть на фотографии вот это вот такой состав участники экспедиции увидели точку которая теперь является одной из видовых точек национального парка русская арктика и земли франца иосиф это мыс тигет гоф находится он вот тут вот отмечен там красненьким кружочком но сойти на землю участники экспедиции смогли еще только через три месяца и впервые в ноябре 73 года участник экспедиции удалось сойти на землю и собственно увидеть землю франца иосифа они начали подождали пока закончится собственно полярная ночь и начали санные походы вот с этой точки это первая точка которую они увидели мыс тигет гоф прекрасные скалы заварицкого то что называется сахарная голова большая гора и собственно отсюда экспедиция начала исследования и составила первую самую первую карту земли франца иосифа карта была будем честны достаточно неточная там было много территорий которые казались скажем так участникам казалось что они где-то есть на горизонте они их видели вроде как но с учетом метеорологически погодных условий на земле франца иосифа большого количества туманов впоследствии оказалось что большая часть тех земель которые они нанесли на карту вдалеке это то что действительно показалось то есть им не удалось достичь их они просто наносили на карту то что видели вдалеке очень многих частях но при этом они достигли самой северной точки острова рудольфа собственные названия многие в восточной и северной частях архипелага даны этой экспедиции поэтому там очень много немецких названий как эта экспедиция оттуда выбиралась судно адмиралки гитгоф на котором они пришли земли франца иосифа было затерта льдами им пришлось его покинуть в какой-то момент она затонула и на четырех спасательных шлюпках участники экспедиции предприняли замечательный и не знавший в общем не было до этого таких прецедентов поход к новой земле собственно вот на карте видно как они шли в земле франца иосифа на судне адмиралки гитгоф и потом возвращались уже на лодках до новой земли основой земли их подобрали промышленники поморы которые были на новой земле и доставили их в норвегию ну и собственно с 80 1873 года земля франца иосифа была нанесена на карты глобусы правда в таком начальном виде немного отвлекусь мне однажды довелось видеть глобус 1872 года на котором земли франца иосифа не было и в помине это был очень интересный опыт для человека который много лет работал на земле франца иосифа и национальном парке русская арктика но не двигаясь дальше я отобрал только те экспедиции которые интересны мне одна из любимых мной это экспедиция бенджамина ли смита он бывал на земле франца иосифа дважды 80 80 и зимовал с 81 на 82 годы но бенджамин ли смит это такой шотландский филантроп довольно обеспеченный человек который интересовался арктик и построил для этого специальную яхту для того чтобы ходить в арктику и на своей яхте которая по-русски мы называем эйра на английском называют ира вот на этой яхте бенджамин ли смит принял два путешествия земле франца иосифа в 1880 году он посетил некоторые части архипелага в основном это был юго-запад архипелага и дал название многим местам территориям ну вот в частности может быть кто-то знает вчера праздновался всемирный день медсестер учрежденный в честь дня рождения флоренс найтингейл женщины которая в общем создала во многом службу медсестер великобритании ну и потом этот опыт распространился на весь мир ну вот флоренс найтингейл двоюродная сестра бенджамина ли смита и на земле франца иосифа есть пролив найтингейл названный бенджамином ли смитом в честь его двоюродной сестры чем интересна эта экспедиция тем что в 1881 году яхта бенджамина ли смита эйра затонула у мыса флора и яхта тонула какое-то время участникам удалось спасти припасы они вышли на лед потом добрались до собственно мыса флора и обустроили себе зимние квартиры и это была вторая зимовка на земле франца иосифа после этого на лодках эти же участники экспедиции бенджамина ли смита также предприняли путешествие к новой земле где их подобрали подобрала поисковая партия и они вернулись в норвегию потом великобританию больше к сожалению бенджамин ли смит на землю франца иосифа не путешествовал ну если потом будут вопросы там было много забавного в этой экспедиции в том числе следующая экспедиция простите что так кратко это экспедиция вот этого замечательного джентльмена бенджамина простите простите фредерика джексон и фредерик джексон провел экспедиции земле франца иосифа три года пока ему не прекратили финансирование и в рамках своих исследований территории бенджамина простите фредерик джексон исследовал большую часть архипелага ну и название западной части на юге на тех местах которые были исследованы джексоном они в основном английские ну и джексон сделал очень много вообще для описания земли франца иосифа у него совершенно замечательно есть книги написанные по земле франца иосифа там было довольно много исследований ну и так как у нас тема называется увидеть то что видел нас нельзя было не укумянуть конечно нам сена под фритьев нансен наверняка все знают кто это такой поставьте плюсик если вы знаете кто такой фритьев нансен если вы знаете о его походе на фраме к северному полюсу так вот фритьев нансен не достигнув северного полюса двинулся на юг это был его единственный способ и шел он к земле франца иосифа единственное что у него было это вот та очень неточная карта написанная нарисованная карта созданная пайером и вайпрофтом и он ориентировался именно на эту карту он собственно надеялся найти многие земли которые были обозначены на этой карте но как видите вот пролегал вот так маршрут фритьев нансена он вышел к северо-восточной оконечности земли франца иосифа к островам которые он посчитал двумя отдельными островами он назвал их в честь жены и в честь дочери но сейчас мы знаем что это один остров или теперь он называется нет не острова евы или острова лиф а остров ева лиф он так и называется это часть архипелага называется белая земля потому что там все покрыто снегом это практически недостижимая для даже для исследователей трудно достижимая точка потому что там практически никто кроме нансена не бывал за исключением нескольких экспедиций научных и если посмотрите на навигационные карты там нет даже промеров глубин в этих местах то есть туда очень опасно пытаться подойти ну и нансен собственно ориентируясь вот по карте пайра и вайпер их так как знаменитым советском анекдоте по пачке беломора он дошел до точки на острове джексона тогда этот остров не назывался джексона именно там они со своим спутником с йохансоном решили устроить зимовку зимовали они там девять месяцев если вы залезете воспоминания нансена вы найдете много замечательных историй о том как песцы украли у них практически все инструменты о том как они праздновали рождество в норвегии есть такая традиция что на рождество мы много где что на рождество нужно скажу так быть одетым красиво чисто свежо понятно что у нас с йохансоном не было никакой свежей одежды с собой или чего-то чистого поэтому они просто вывернули свою одежду наизнанку нацепив ее на себя скажем так претендуя на то что это вот новая одежда достаточно много историй про то как они пытались как они питались собственно как они пытались согреться то есть какой-то момент из-за сильных морозов они сшили свои спальники вместе для того чтобы еще греть друг друга но потом как пишет нансен после короткого совещания они с йохансоном решили что двум джентльменам не пристало спать в одном спальнике поэтому они снова расширили решили мерзнуть дальше и вот таких вот маленьких маленьких историй на самом деле очень много связанных зимовкой нансена йоханса на земле франции осипа я обязательно покажу вам точку где они зимовали уже на современных фотографиях после окончания зимовки весной нансен с йохансоном на каяках двинулись на юг случилось так что в какой-то момент они могли в общем-то утонуть цель у них была достичь самых южных точек архипелага и оттуда собственно на каяках они хотели отправиться либо шпицберген либо на материк но на мысе флора это одна из самых южных точек архипелага земля франции осипа как описывает это нансен когда они чистили одежду готовились к переходу что-то готовили они услышали лай собак и сначала все хансоном показалось что это просто галлюцинации однако лай собаки не утихал и они решили пойти посмотреть что же происходит но есть вот такая знаменитая фотография это встреча нансена и джексону про которого я уже упоминал собственно фотография постановочная скажу сразу она была сделана через несколько дней после оригинальной встречи есть такая прекрасная история про эту встречу когда нансен с йохансеном собственно увидели друг друга понятно джексон не ожидал никого встретить нансен тоже не ожидал никого встретить в этих местах подойдя к друг другу они начали обмен любезностями как настоящие джентльмены они поначалу заговорили о погоде и только через какое-то время джексон понял что единственный кого может здесь встретиться на нансен тем более что он видел его до этого а нансен понял что это был джексон потому что и это такая забавная наверное ирония судьбы в некотором роде джексон очень просился в экспедицию нансена на фраме он подавал заявку но нансен брал только норвежцев и поэтому джексону отказал и так случилось что через два года уже в совершенно других экспедициях джексон спас нансена и отправил его потом на судне собственном норвегию то есть это вот такая ирония судьбы но и на этой фотографии если присмотритесь понятно что она не лучшего качества там можно увидеть что у нас она уже нет бороды он довольно там чистое лицо хотя когда джексон описывает в своей книге встречу с нансеном он говорит о том что в общем он не мог понять что это это было абсолютно заросшее лицо полностью черное потому что во время зимовки топили печку и освещали свое жилище нансен с йохансеном моржовым салом ну и поэтому все это коптило поэтому лицо у нансена было сильно закопчено ну и нужно сказать что нансен с йохансеном несмотря на весь их такой довольно сложную зимовку они даже набрали вес правда нансен так как он был лидером все-таки экспедиции была большая ответственность соответственно больше стресса он набрал меньше йохансена он набрал что-то в районе четырех килограмм за зиму на земле франца и оси то есть такое доказательство что на диете из моржового и моржового мяса и мясо белых медведей живя в общем-то холодных условиях можно выжить ну тут еще нужно отметить что нансен описывал их распорядок дня собственно распорядок дня у нас с йохансеном во время зимовки был очень простой они просыпались готовили еду завтракали смотрели за окно если было возможно они выходили на прогулку как салнансен тяги к прогулкам у них в общем то не было потому что было как правило холодно и ветрено поэтому они предпочитали просто сидеть внутри лежа на своих таких импровизированных кроватях после этого они готовили обед обедали снова выглядывали на улицу после этого готовили ужин ужинали и ложились спать то есть вся в общем то их жизнь заключалась в сне в поедании пищи приготовление пищи вероятно поэтому им удалось набрать вес вот такой экстремальный скажем прямо экспедиции дальше по хронологии было три довольно интересных американских экспедиции они все спонсировались американским филантропом бизнесменом газетным магнатом циглером и это были первые экспедиции три лидеры экспедиции это были три экспедиции целью которых было дойти до северного полюса именно такая задача ставилась перед ними все они сразу скажу не достигли этой цели но люди принимавший участие руководившие этими экспедициями почти как на карантине я соглашусь люди руководившие этими экспедициями, это все очень интересные люди. Уолтер Уэллман, человек, руководивший первой экспедиции, это была экспедиция Уэллмана Циглера, такой совершеннейший авантюрист американский, он принимал участие во многих экспедициях. У него была идея долететь до Северного полюса, при этом уже зная про судьбу Андрея, предполагая, так сказать, судьбу Андрея, и вообще понимая, что если шар вдруг рухнет, воздушный шар рухнет где-то на лёд, надо как-то возвращаться назад, он придумал совершенно фантастическое устройство для воздушного шара, которое большинство, скажем так, его судьбинников назвали просто летающей колбасой, предполагалось, что за воздушным шаром будет в качестве балласта лететь огромный мешок с едой, который будет немножечко открыт, и из него постепенно на лёд будет высыпаться еда, для того, чтобы в случае падения воздушного шара, потом по остаткам вот этой еды на земле можно было вернуться назад, в точку старта. Эвелин Болдуин, его экспедиция на землю Франции Иосифа одна из самых, наверное, трагических. Эвелин Болдуин вообще был человеком очень специфическим, достаточно суровым. Мы не так много знаем, к сожалению, про эту экспедицию, потому что Эвелин Болдуин запретил кому-либо оставлять записи или писать дневники в ходе экспедиции для того, чтобы потом самому опубликовать книгу об экспедиции. Ну и вот в ходе экспедиции Болдуина на мысе Геллера произошла совершенно такая трагическая история, когда он оставил там на продуктовом складе двух норвежцев на зимовку, и один из норвежцев погиб, и его друг, напарник, боясь, что если он его сейчас похоронит, то его друга выкопают и съедят белые медведи, или это привлечёт белых медведей, он просто несколько месяцев прожил с телом своего товарища в одной небольшом домике. Ну, в общем, это на самом деле страшно, и он оставил дневники, записи, это такие записи, скажем так, очень тяжёлые для чтения, и когда Болдуин, собственно, уже обнаружил его, было ясно, что у него немножечко существует, у него начались какие-то психологические проблемы, но с чем вообще все эти три экспедиции связаны, и Уэллмана, и Болдуина, и Фиолы? Лагеря этих экспедиций были в разных точках, оборудованы, ну и вот если лагерь Уэллмана был на мысе Тегитгов, там до сих пор есть остатки, то лагерь, например, Болдуина был на острове Алджера, это то, как он выглядит сейчас, вот этот лагерь. Ну, а Фиола, собственно, расположился уже на севере, на острове Рудольфа, ну и вот от экспедиции Фиолы у нас осталось довольно много фотографий, в частности, вот одна из них, это празднование Рождество, собственно, в лагере. Это, правда, не экспедиция Фиолы, простите, это экспедиция герцога Абруцкого, сейчас сформулирую правильно, это в том месте, где была до этого экспедиция герцога Абруцкого, которая тоже собиралась дойти до Северного полюса, место называлось лагерь Абруцци, ну и вот это в экспедиции Фиолы участники празднуют, собственно, Рождество. Ну и сейчас вот то, о чем говорила Диля, я бы хотел показать короткое видео, это видео, снятое Энтони Фиолой, оно будет на английском, но я вам кратенько просто расскажу о том, что экспедиция Энтони Фиолы была огромная, это была по тем временам вообще одна из самых грандиозных экспедиций в Арктику, по составу участников, по снабжению, она должна была достичь Северного полюса, но, как и со многими экспедициями, судно Энтони Фиолы затонуло, его разбило льдами, в связи с чем они были вынуждены димовать, ну и я попрошу вас включить звук, вот у этого видео, и сейчас попробую, собственно, запустить, просто можно посмотреть, насладиться, понятно, там есть некоторые такие шуточные моменты, но это первое видео, снятое на земле Франца Иосифа, одно из первых видео, снятых в Арктике, и это первое видео в коллекции National Geographic. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я надеюсь, что вам видео понравилось, я просто его очень люблю, оно такое настоящее, историческое, старинное, и, в общем, достаточно, я бы сказал, неплохого качества для 1902 года. Ну и, скажем так, переходя ближе к концу истории, за время с 1873 по 1914 на земле Франца Иосифа побывало 11 научных экспедиций из шести стран и по 1928 год 112 промысловых экспедиций. То есть земля Франца Иосифа была очень популярна в том числе среди промысловиков, которые хотели добывать медведя, моржа, тюлени. Почему дата вторая, вот во второй строчке стоит, 1865 год? Потому что норвежцы претендуют на то, что норвежские промысловики открыли землю Франца Иосифа раньше австро-венгерской экспедиции, но, как историк, я могу сказать, что претендовать можно на все, что угодно, но кто первым написал, кто первым нанес на карту, тот и молодец, а в данном случае это были австрийцы, паэр и вайперы, поэтому они всегда будут первооткрывателями, и официальные даты всегда будет 1873 год. Но на основании того, что норвежцы утверждали, что один из их промысловиков видел землю Франца Иосифа, бывал там, добывал там моржей, правда, он не оставил об этом никаких записей, для того, чтобы никто, кроме него, не смог туда попасть, норвежцы, собственно, претендовали на то, чтобы земля Франца Иосифа была норвежской. И здесь у нас очень такой момент. Мы перейдем к тому, собственно, как земля Франца Иосифа оказалась частью России и моей любимой Архангельской области, из которой я, собственно, и вещаю. Здесь вот прекрасная экспедиция, это норвежская экспедиция на судне Братваг. Норвежцы отправились в экспедицию в конце 20-х годов для того, чтобы застолбить за собой землю Франца Иосифа. Это забавная несколько история, потому что в Советском Союзе тоже знали о том, что норвежцы пытаются отправиться к земле Франца Иосифа, и срочно было снабжено судно, которое должно было закрепить землю Франца Иосифа за Советским Союзом. И так получилось, что на пути из Советской России к земле Франца Иосифа ледовая обстановка была значительно лучше, хотя и расстояние было дольше, чем ледовая обстановка на пути от Шпицбергена к земле Франца Иосифа. Поэтому, собственно, советские полярники пришли на землю Франца Иосифа раньше, советские полярники установили флаги на самых основных точках земли Франца Иосифа. Ну, нужно отметить, что еще до этого адмирал Макаров в 1901 году устанавливал российский флаг на земле Франца Иосифа, а в 1914 году поручик Ислямов в поисках экспедиции Седова, Брусилова, которые пропали в районе земли Франца Иосифа, тоже устанавливал российский флаг на мысе Флора. Ну и вот, скажем так, вот, собственно, несколько фотографий. Норвежцы устанавливают метеостанцию, но куда бы они ни пребывали, они уже видели, собственно, советский флаг. Ну и первая советская полярная станция была основана тоже на архипелаге земля Франца Иосифа. Месте, которое называется Бухта Тихая, и это очень историческое место. Это место, где зимовал Георгий Седов, откуда он отправился в свой последний поход к Северному полюсу и на пути, собственно, погиб, и был похоронен где-то в районе острова Рудольфа, где точно никто не знает. Ну и вот первая советская станция была основана в 1929 году в Бухте Тихой. И это такой один из первых составов зимовщиков. Я думаю, многие узнают тут, ну, как минимум, от Таюльевича Шмидта, сидящего прямо по центру. Ну вот по левую руку от него тут довольно много известных лиц. Тут сидят и Виза, человек, который участвовал еще в экспедиции Седова и был с ним в экспедиции. Здесь сидит, собственно, Иотто Кренкель. Довольно много-много известных советских полярников. И чем впечатляющая Бухта Тихая? В том, что первая группа зимовщиков, где были Шершов, Кренкель, собственно, Кренкель, радист, он, наверное, один из самых известных людей. Он такой, в некотором роде, я бы сказал, божество для радиолюбителей всего мира, потому что он первый, кто установил радиосвязь между Арктикой, землей Франции Иосифа, и между Антарктикой. Послав сигнал, он получил сигнал от экспедиции капитана Бирда, которая была в Антарктике. Ну и, собственно, впоследствии ему никто не поверил, когда он сказал, что ему удалось установить радиосвязь. Поэтому он всех позвал, снова установил радиосвязь, и только получив подтверждение, собственно, его, те, кто вместе с ним зимовал, они в это поверили. В Бухте Тихой происходило много разных событий, в том числе первая туристическая экспедиция. Первая туристическая экспедиция – это, собственно, 31-й год. Вот на этой фотографии она довольно знаменитая. Это Бухта Тихая. И внизу вы видите ледокол Малыгин. На нем было трое туристов. В числе этих туристов был, например, Умберто Нобиле, который отправился в эту экспедицию к земле Франции Иосифа, надеясь найти здесь какие-то остатки той партии, которую унесло во время крушения дирижаблей Италии. Также там была американка Сьюзм Бойт, очень известная, основавшая, кстати, большой фонд для помощи женщинам, полярным исследователям и вообще женщинам-исследователям. Ну а вверху граф Цепелин, дирижабль, который отправлялся в Арктику для исследования Арктики. Это было, скажем так, в конце 20-30-х годов экспедиции на дирижаблях. Это был тренд, назовем это вот так. Ну и было общество Аэроарктика немецкое, которое занималось исследованиями. Но у дирижабля Цепелин было еще несколько целей, в частности, открыть новые земли, если это получится, скажем так. Там пофотографировать много что. Ну и вот фотографии из дирижабля Цепелин. Они совершенно фантастические, я их очень люблю. Ну вот, я надеюсь, многие узнали, что на этой фотографии. Я думаю, все узнали город Ленинград на этой фотографии. Ну а следующая фотография, давайте загадаю загадку, сможет ли кто-нибудь узнать. Просто можно представить, что они из Ленинграда летели на север, пролетали какие-то города. Ну и вот это один из городов на их пути. Если вы знаете, напишите. Нет, не Мурманск. Мурманск тогда таким быть не мог, но если вы видите, там на фотографии по центру собор. Мурманских соборов точно не было. Да, прекрасно, Петрозаводск. Я очень хотел поместить фотографию Архангельска, но, к сожалению, из фотографии Архангельска только болото вокруг. Болота и сейчас такие же, это можно посмотреть на Google Maps, поэтому нет, собственно, смысла. Что случилось с дирижаблем Цепелин в Бухте Тихой? В Бухте Тихой с дирижабля Цепелин передали почту. Собственно, дирижабль вот так приводнился и в лодку передал почту для Малыгина. Можно найти открытки, скажем так, на аукционах, собственно, которые были переданы с дирижабля Цепелин на Малыгин и обратно обмен почтой произошел. Это, конечно, сейчас огромная, просто фантастическая вообще ценность. Ну и из таких, наверное, интересных исторических еще моментов, это история Второй мировой войны. В Бухте Тихой в годы Второй мировой войны полярники не переставали работать. Тут, кстати, я могу посоветовать зайти на сайт Национального парка Русская Арктика. Там мой дорогой друг Евгений Ермолов буквально недавно рассказывал про то, как полярники зимовали в годы Второй мировой войны на земле Франции Осипа. И я думаю, что он упоминал и немецкую станцию «Кладоискатель», которая существовала на земле Александры. То есть буквально 100 километров по прямой была основана немецкая метеостанция «Шацграбер», «Кладоискатель». Она просуществовала всего 9 месяцев. Связано это с тем, что немецкие солдаты решили попробовать в какой-то момент мясо белого медведя. Не очень хорошо его приготовили. И почти все, кроме одного, заболели трихинеллезом. И их пришлось эвакуировать. Вот есть фотографии, они не все с земли Александры. Вот это одна из самых любимых, но это фотография не с земли Александры. Это немецкая метеостанция на северо-восточной земле Шпицбергена. Но можно просто представить, как там это было. Ну и вот немецких метеорологов с земли Франции Иосифа эвакуировали. Там была забавная долгая история. А сейчас Национальный парк Русской Арктики, сотрудники Национального парка Русской Арктики, в частности Евгений Ермолов, несколько лет проводили там исследования, собирали находки, которые были возможны. Ну вот среди находок, например, вот такие. Я тоже принимал такое посильное участие в сборе материала полевого. То есть не могу сказать, что я участвовал сильно в этих научных исследованиях. Да, я согласен. Женя прекрасный лектор и вообще замечательный человек. Ну и что сейчас на земле Франции Иосифа? Сейчас это Национальный парк Русской Арктики. Это Северный кластер Национального парка. С 93-го года, если не, с 94-го года земля Франции Иосифа стала федеральным заказником. Ну а буквально три года назад была переведена в статус Национального парка. И сейчас там полностью работает на Национальный парк Русской Арктики. Вот такой вот здесь. Я вижу, что вы перешли от исторической части уже к современной. Вот, и на самом деле вы забыли показать видео. Мы договаривались, да, мы договаривались, что если... Давайте я пока помню. Да, ну просто потрясающее видео. И раз не перешли от современности, я думаю, может сейчас его включить. Потому что, наверное, стоит его показать сейчас. Давайте попробуем. Я просто объясню. Видео, снято в рамках экспедиции Национального парка Русской Арктики в 2013 году. Прекрасный фотограф Национального географика Андрей Каменев. Да, обязательно включите звук. Давайте попробуем. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Да, никакого. Там практически нет людей, вы никого не встретите, если вы поедете в круиз на землю Франции Иосифа, вы никого там не увидите. И на земле Франции Иосифа есть уникальная, очень редкая по нынешним ременам возможность увидеть нетронутую природу и понять, что природа, она грандиозна. А ты по сравнению с ней вот такой вот малюсенький человечек, и ты, в общем-то, ничего не решаешь, и ты гость вообще на этой планете. И уж на земле Франции Иосифа точно, и природа может делать с тобой все, что захочет. И мне кажется, вот, собственно, если вы посмотрите, это вот такой пейзажная фотография, там вот маленький человечек изображен, и вдалеке маленькая лодочка. А вокруг это все льды, снега, небольшие такие участки открытой суши. То есть у нас не так много мест высадки. Ну и зачем мы едем на землю Франции Иосифа? Зачем вы хотите поехать на землю Франции Иосифа? Давайте по-честному, вряд ли, чтобы узнать про историю. Если кто-то может, напишите, зачем вы хотите туда поехать, будет очень интересно на самом деле, что вы хотите там увидеть. Я вижу, кто-то печатает. Отличное растение, вот это супер. Ну что ж, седов и медведи, я даже знаю, кто это написал. Ну, начнем с самого главного, с медведей. Иногда мы можем увидеть медведей, собственно, вот так. Белый мишка, медведица в данном случае. Нам повезло, однажды она гуляла по льду, мы смогли к ней подойти достаточно близко, она не управляла никаких признаков агрессивности, все было абсолютно в рамках правил. Ну вот, наблюдали мы за ней с довольно близкой дистанции, она заинтересовалась, потом подошла к нам, ну и нам пришлось отойти, но вот наблюдали мы вот так вот. То есть лодки запарковали во льдах, на зодиаках, подошли поближе. Это прекрасное место, залит географов на земле кронпринца Георга. Это западная часть архипелага. Еще один момент, я очень люблю эту фотографию. Ну тут практически за каждой фотографией есть небольшая история. Я постараюсь тоже очень кратко, чтобы не занимать у вас полностью весь вечер. Вот есть такой прекрасный мишки, две фотографии. Я их очень-очень люблю. Это север земли Франции Иосифа, остров Рудольфа. В 2018 году мы были в трех круизах и трижды пытались высадиться в бухте Теплица на острове Рудольфо, на местах экспедиции, на месте Советской полярной станции. И все три раза, когда мы приходили к острову Рудольфо, в бухту Теплица, мы не могли высадиться из-за медведей. На берегу было трое медведей. Да, у них черный язык. И кожа тоже черная, под белым мехом. Он не удивлен нами, он на самом деле, я не знаю, один и тот же мишка или они были разные. Все три раза, что мы заходили в бухту Теплица, к нам выплывал с берега один медведь и наворачивал круги вокруг нашего судна, рассматривая, что мы и кто мы. То есть не нужно было иметь фантастическую технику, огромные объективы. Можно было фотографировать просто на телефон, потому что медведь подходил к судну, ну, буквально полтора-два метра, хотя мы были, в общем, достаточно далеко, на большой дистанции от залива. Но каким-то образом мы вот интересовали медведей там, и они подплывали к нам поближе, чтобы посмотреть, что мы, кто мы. Не всегда медведи бывают такими добрыми и любопытными. Эта фотография тоже 2018 года. Это маленький остров Кюна на земле Франца Иосифа. И мы просто обходили вокруг острова в поисках того, что мы можем посмотреть. Мы там все были первый раз. И в какой-то момент мы увидели белого медведя на берегу, который вдруг бросился за нами. Хотя мы были далеко от берега, в общем-то, никак его не провоцировали и просто проходили мимо. Он бросился за нами и бросился даже в воду за нашими зодиаками. Мы быстро от него ушли, а потом обнаружили его на соседнем острове. То есть вот он такой был любопытный. И, ну, он агрессивно себя вел, то есть он с рыбком бросился за нами. Мы не думали, что он бросится в воду, но, видимо, этот медведь решил, что мы какой-то источник пищи для него. То есть медведи бывают очень-очень разные в данном случае. Ну, они не территориальные животные, поэтому вряд ли он охранял территорию. Возможно, был голодным и искал что-то, вот какой-то источник пропитания. Одна из тоже интересных таких фотографий. Маленькая предыстория. Мы попали в очень плохие погодные условия на земле Франции Иосифа, встали в маленьком проливе. И, собственно, из этого пролива нам некуда было выйти, потому что мы знали, что за пределами вот этого небольшого пролива очень плохая погода и штормит. И в этом маленьком проливе у нас было, собственно, две возможности, где высадиться или куда пойти в зодиак круиз. Мы выбрались в зодиак круиз, отправились в бухту небольшую у острова Джексона и увидели что-то странное на берегу. Мы подумали, что, возможно, это погибший кит. Подошли туда поближе, посмотреть, что это такое. В этот же момент к остаткам кита спустился медведь. Ну, а дальше, собственно, фотографируя, подойдя поближе, мы поняли, что это не кит, это нарвал. Но достаточно молодой нарвал, и белый медведь ест нарвала, и вокруг, если посмотрите на этих птичек, это белые чайки. И это такая уникальная фотография, на которой можно увидеть три краснокнижных вида сразу. То есть белый медведь ест нарвала, ну, а белые чайки выхватывают какие-то кусочки, которые могут. Конечно, не только белые медведи бывают на земле Франца и Иосифа. Можно увидеть моржей, вот этот моржонок, маленький. Одна из моих любимых фотографий, одна из самых любимых историй, наверное. Так получилось, после окончания круиза я оставался на земле Франца и Иосифа, в бухте Тихой. И мы с друзьями вышли на свежий воздух, на скамеечку, которая там есть, собственно, послушать музыку. И с ноутбука через колонки у нас заиграла Анна Герман, «Надежда, мой компас земной». И в этот момент к зодиаку, который был припаркован на полярной станции, собственно, вылез из воды моржонок, подполз, прижался к зодиаку, потрогал его усами, понюхал, посмотрел, что это. Он остался с нами, дослушал песню Анны Герман, «Надежда, мой компас земной», и после этого ушел в воду. То есть после этого мы решили, что если вы хотите посмотреть моржей, то, в общем, попробуйте сыграть им Анну Герман, «Надежда, мой компас земной», и, возможно, они к вам подойдут сами. Может быть, это работает так, мы больше никогда не пробовали. Ну, в общем, мы считаем, что это не совсем экологично, играть громкую музыку. Но вот такая маленькая история. Вообще, моржи на земле Франца Иосифа – это история очень интересная. Наверняка видели фотографии моржей на Шпицбергене. И на Шпицбергене в основном самцы. Там тоже сейчас встречаются самки с малышами, но их очень мало. И самцы, так как они огромные, они не очень, в общем-то, реагируют на присутствие людей. То есть на Шпицбергене есть возможность подойти ближе к моржам, посмотреть на них, например, с дистанции 30 метров. На земле Франца Иосифа в основном мамы с малышами. И мамы очень агрессивны в защите своих малышей. То есть мы не можем подойти близко, но мы можем увидеть огромное такое количество взаимодействий между мамами, малышами. Есть несколько точек, где мы практически всегда видим моржей. Однажды нам удалось найти такую точку, мы нашли ее по запаху. Моржи довольно сильно пахнут, если кто не знал. По запаху мы нашли точку с огромным количеством моржей в небольшом проливе. И мы шли практически в бурлящей, кипящей воде между мамами с малышами. Это, ну, в общем, для гидов это огромный стресс, потому что они могут быть агрессивны. Но нам повезло, мы были очень аккуратны. И, в общем, все вышли обратно живыми и здоровыми. Ну и вот земля Франца Иосифа, это, конечно, ландшафты. Наверное, не все могут представить себе, что она бывает вот так далеко в Арктике. Там есть зелень. Ну, вот это самое зеленое место, наверное, это мыс Флора. Это очень историческое место. Там был лагерь Джексона. Ну и вот памятник, установленный герцогом Деобруцким в честь небольшой группы из его экспедиции, которая погибла, ну, пропала на пути к Северному полюсу, вероятно, погибла. Если вы интересуетесь цветами, всегда есть возможность пофотографировать, например, вот такие, сделать прекрасные фотографии, макросъемку. Многие наверняка видели и слышали про остров Чампа, про вот такие шаровые конкреции, круглые камни диаметром до двух с половиной метров. Они бывают совсем малюсенькие, то есть буквально там несколько сантиметров, два, два с половиной, идут двух с половиной метров в диаметре. Они встречаются на острове Чампа. В мире таких точек всего около шести, где можно увидеть вот такие огромные шаровые конкреции. И это та точка, куда мы всегда стараемся зайти, всегда ее посетить, потому что, конечно, это уникальное место, и оно производит фантастическое впечатление. К этим камням можно подойти поближе, их нельзя трогать, для того, чтобы не повредить лишайники. Вот если посмотрите, там наверху такие оранжевые точечки, это все лишайники, которые на этих камнях растут. Ну и различные виды, которые я очень люблю. Ну, это фотография на острове Мейбл, острова Белл. Остров Мейбл вот таким амфитеатром, собственно, располагается. А вот этот маленький домик на острове Белл, это домик, построенный Бенджамином Ли Смитом в 1880 году. И это самое старое здание в Русской Арктике, а, возможно, и одно из самых старых зданий в Арктике вообще. И в этом здании, куда сейчас доступ очень сильно ограничен, просто в силу, скажем так, хрупкости этого здания, можно увидеть различные надписи, которые оставлены там поколениями просто посетителей, исследователей. Ну и вот на этой фотографии, если вы сильно-сильно присмотритесь под цифрой 1, которая намалевана краской в 1861 году, вы можете там увидеть небольшую надпись, и там можно рассмотреть надпись карандашом 1881 год. То есть это участники экспедиции Бенджамина Ли Смита, уходя с острова Белл уже в 1881 году, незадолго до того, как погибло их судно, зашли в этот домик и оставили там свою надпись. И там очень много-много надписей от различных исследователей, от советских исследователей, то есть от Ушакова, Урванцева, от многих других. Это фантастическое место, просто можно увидеть практически всю историю. Ну и, как правило, в наших экспедициях мы всегда стараемся зайти в место, которое мы тоже все очень любим. Это Бухта Тихая. В Бухте Тихая мы, как правило, делаем три активности. Это скала Рубини. Если вы посмотрите, это огромный птичий базар, примерно 36 тысяч пар птиц. Это разные птицы, это и кайры, и чистки, и люрики, и чайки-бургомистры, и многие другие. Ну и это совершенно фантастические базальтовые колонны. То есть это вся скала, созданная из базальтовых колонн, это как-таки базальтовые карандаши. Это выглядит безумно красиво. Там можно провести бесконечное количество времени, просто любуясь птицами и любуясь вот этой вот геологией. И эту скалу прекрасно видно с Бухты Тихой. Собственно, скала названа Рубини в честь итальянского оперного певца. Вероятно, Джексону, если я не ошибаюсь, Джексон открыл эти места, нанес на карту и дал название скале. Вероятно, Джексону, возможно, птичий базар напомнил голос оперного итальянского певца Рубини. И в честь него была названа вот эта скала. Ну и там можно увидеть прекрасное совершенно взаимодействие между птицами. После этого мы, как правило, посещаем остров Мертвого Тюленя, где смотрим на моржей. Обязательно, конечно, заходим в Бухту Тихую. Бухта Тихая сейчас это музей под открытым небом. Это полевой стационар национального парка. Русская Арктика. Ну и вот вы видите судно вдалеке. А справа это, собственно, скала Рубини. Ну и в Бухте Тихой вас всегда примут, проведут в музей. Открытый вот в 19-м году, летом 19-го года был открыт музей. Всегда будет чай из самовара, и, возможно, вы успеете на блины, хотя они очень-очень быстро кончаются. И в Бухте Тихой находится самое северное почтовое отделение в мире. Новая Лисун на Шпицбергене не является самым северным почтовым отделением в мире, кто бы что ни говорил. Мы даже когда-то, когда я еще работал в национальном парке Русской Арктики, я там не работаю уже три года, мы из Бухты Тихой отправляли письмо губернатору Шпицбергена с просьбой исправить вот это досадное недоразумение. Не знаю, дошло письмо или нет, но мы пытались. Вот, собственно, это самое северное почтовое отделение и прекрасный сувенирный магазин. Ну и в Бухте Тихой медведей, как правило, мы там не видим, слава богу, иначе мы бы не смогли высадиться. Но есть возможность посмотреть на песцов. Вот на фотографии вы видите, все фотографируют песцов. Вот там слева мама с малышом. Ребята наблюдали за этими песцами примерно в течение года. Там два песца у них было в начале сезона, они думали, что это Антон и Серега. Потом оказалось, что Серега это не он, а она. И в конце сезона к ним уже приходила Серега вместе с малышами поближе к домикам в поисках пищи. Ну и из разных просто точек, это вот тоже залив географов, вы видите наши зодиаки. Я обещал показать место зимовки Нансена. Это столб, который установлен на месте зимовки Нансена. Остров Джексона, мыс называется Норвегия. И как там зимовали, был вопрос, я его видел. Как зимовали Нансен с Йоконсеном, у них на самом деле была совершенно небольшая ямка в земле. Они поставили камни, нашли какую-то древесину, установили столб посередине, накрыли все это моржовыми шкурами. У них, если почитаете воспоминания Нансена, у них ушло очень много времени просто на то, чтобы размягчить в мерзлой воде моржовые шкуры и накрыть вот эти вот палки, сделать такой некий тент, прижать его камнями с боков для того, чтобы просто иметь какое-то укрытие от погоды. И по центру у них было бы бревно, как балка находилось. И сейчас на месте, где они зимовали, мы можем увидеть до сих пор это бревно Нансена, бревно Нансена, как мы его называем. Вот эту вот небольшую выемку в земле, и можно четко увидеть, где там был очаг, а где был вход. То есть это такое выкопанное углубление. Ну и это столб, установленный на месте зимовки Нансена с Йохансеном. Надпись на норвежском и на русском, он установлен в 94-м или 96-м году, я боюсь ошибиться, надпись не могу разобрать, в честь двухсотлетия, собственно, экспедиции Нансена на Фраме, и там принимала участие в экспедиции, по-моему, правнучка Фритьёфа Нансена. Это была такая мемориальная российско-норвежская экспедиция. Ну и на земле Франции Ощиха можно увидеть совершенно прекрасные мхели-шайники, я очень люблю их фотографировать, это тоже невозможно остановиться, просто всё разноцветное, помимо цветов есть и вот такое разноцветие, и это выглядит, конечно, замечательно и фантастически. Мы высаживаемся на местах исторических экспедиций, это вот лагерь Болдуина на острове Алджера, я уже его показывал до этого, и есть всего две точки, где мы можем сделать хайки, то есть прогуляться, сходить на какие-то дистанции, вот одна из этих точек – это остров Алджера. Вот мы устраиваем такие прогулки с одной стороны острова на другую, в частности, вот там, под ногами человека с фотоаппаратом, вы можете увидеть китовые кости, которые выдувают из песка с течением времени, то есть совершенно такие фантастические. Ну и сразу, чтобы предупредить, погода бывает равная, иногда бывает такое, что мы сидим два дня на судне, без возможности куда-то выйти, просто в силу штормовых погодных условий, пока это с нами случалось один раз, но тоже бывает. Ну и Земля в Франции очень со знаменитыми туманами, ну и фотографии, которые я очень люблю, это мои коллеги в зодиаках в плохую погоду. Вот так может выглядеть зодиачный круиз на земле Франции Иосифа. Это фотография момента, когда мы пытались совершить зодиакный круиз, спустили зодиаки на воду, и поначалу все, в общем-то, было неплохо, но потом началось, потом все стало плохо. И, собственно, еще одна фотография, практически полет. Полет в зодиаке. Ну и, наверное, на этом я бы хотел закончить. Мы разговариваем уже час, не хотелось бы вас сильно отвлекать. Я сейчас начну отвечать на вопросы, мне их скинули отдельно. Я сейчас их буду читать и отвечать на то, что не ответил, поэтому, если есть, я думаю, вопросы, у вас есть возможность написать. Нет, я только хотела напомнить, что вопросы вас ждут в мессенджере. Да, я уже открыл, уже начинаю читать вопросы. Как меняется Арктика в связи с глобальным потеплением? Вопрос. Арктика меняется достаточно сильно. Это, собственно, я думаю, это видят все, кто работает в Арктике. Каждый год мы можем увидеть отступление ледников, мы можем увидеть изменения в поведении животных, связанные с уменьшением количества льда. Если вы погрузитесь чуть глубже в какие-то исследования, например, одно из моих любимых исследований, которые я читал, это про небольших таких рачков, которые водятся в районе земли Франца Иосифа. Они называются колянос глициалис. Эти рачки раньше были в районе Шпицбергена. Но и на Шпицбергене, на земле Франца Иосифа, их вытесняет в связи с ростом температуры воды, их вытесняет более тепловодный, теплолюбивый рачок, который называется колянос бариалис. И проблема в том, что у колянос бариалис меньше содержания жира и птицам морским, которые практически все зависят от этих рачков, и питаются этими рачками. У них уходит больше времени для того, чтобы просто добыть себе пропитание. То есть они проводят больше времени ныряя за питанием, чем птенцами, и это сказывается вообще на воспроизведении популяций. Так, надеюсь, ответил как-то на этот вопрос. Как называется книга Нансена? Я, честно говоря, не вспомню название. Я читал его дневники. Я не помню их русское название, но, может быть, я постараюсь найти каким-то образом. Про экспедицию Болдуина тоже я не помню. Я знаю, есть одна книга, надо посмотреть. Про то, как жили Нансен, я, по-моему, рассказал, что это была такая неполадка, а землянка, ее можно назвать. Обогревались они небольшим таким примусом. Примус Нансена – это, собственно, запатентованная система. Большинство примусов сейчас выглядят так, как их из Нансена. Ну, с модификациями уже, естественно, более современные. Топили моржовым жиром и жиром белых медведей. Это, собственно, все, что у них было из такого топлива. Это было и отопление, и освещение. Когда цветут цветы на запахе, цветы цветут очень короткий период короткого лета. Это со второй половины июля, ну, и, наверное, до середины августа, наверное, до начала 20 августа, пока их, собственно, не прибьет мороза. Как-то так. В какой период нужно приезжать? Собственно, круизы на землю Франции Ощипа, как правило, для того, чтобы увидеть землю Франции Ощипа, все круизы – это вторая половина июля, и весь август – это, собственно, единственный период, когда можно туда вообще на землю Франции Ощипа попасть. Просто в силу ледовой обстановки и погодных условий. То есть сентябрь – это уже, конечно, практически время, когда на землю Франции Ощипа никто не ходит, и практически нет смысла туда идти, просто из-за погодных условий, но не из-за того, что начинает образовываться новый лед, и увидеть там в сентябре белых медведей сложнее, а птиц практически нет, они все уже улетают на юг. Следующий вопрос. Как нормалы пользуются своим рогом? Для чего он? Это хороший вопрос. Если вдруг вы знаете ответ, ученые всего мира будут очень рады. Потому что до сих пор очень много споров по поводу того, для чего нормалом рог, как они его используют, помогает ли это им ориентироваться, охотиться, что-то еще. Да, вот 11 направлено. Отлично. Спасибо, Вячеслав. Я запомню, с меня потом подарок при личной встрече. Собственно, про нарвалов не так много исследований. За последние, наверное, 12 лет было выпущено всего 16 научных работ про нарвалов. Их очень редко снимают, но исследовать их – это очень-очень сложно и очень-очень дорого. Поэтому версий много. Мы можем придерживаться какой-то одной, но я не знаю пока версии, на которой бы научное сообщество сошлось. Собственно, ученые, которые занимаются морские биологи, нет такой версии, на которой бы они все сошлись вместе. Я бы не видел такое во всяком случае. Кормить никого нельзя абсолютно точно. Просто, однозначно, совершенно. Это запрет однозначно. Количество белых медведей сокращается. Знаете, очень сложно сказать, если говорить глобально, то сложно сказать, где-то, наверное, увеличивается немножко, где-то сокращается. Сложно сказать, потому что нет точной цифры, которая есть по всему миру. Ну и подсчеты, они, конечно, не очень точны. Просто в силу труднодоступности тех мест, где считают белые медведи, глобально количество белых медведей сейчас оценивается 20-25 тысяч. Ну вот по оценкам комиссии по полярным медведям, по Международным союзе охраны природы, их количество не растет и скорее имеет тенденцию к сокращению, особенно с учетом уменьшения количества морского льда. Как быстро вы привыкли к неожиданному появлению медведя в поле вашего зрения? Когда пересталось перцев чашки уходить? Я очень счастливый человек. Белые медведи в поле моего зрения никогда неожиданно не появлялись. То есть мы всегда знали, откуда они приходят, мы всегда их видели заранее. Так, еще ваш коллега Григорий на предыдущих лекциях рассказывал, что он категорически против ношения оружия. Как вы к этому относитесь? Я отношусь к идее того, что можно быть в Арктике без оружия резко отрицательно. Я знаю, собственно, есть довольно знаменитый человек, который много лет прожил на острове Врангеля. Он использует лопату или палку для отпугивания белого медведя, подпуская их на очень близкую дистанцию. Я считаю, что это небезопасно для человека. Безопасность медведя здесь очень важный момент, что в разных странах есть разные нормативы. Например, на земле Франца Иосифа в Русской Арктике, в отличие от того же Шпентвергена, медведя сразу не стреляют. Медведи пытаются отпугнуть, как правило, сигнальный патрон, после этого идет дробь, которая стреляет под ноги. И только в случае опасности жизни для человека это уже выстрел куда-то в медведя. Я считаю, что в Арктике нужно быть с оружием, и это сохранение всех, на самом деле, и медведей, и человека. И я считаю, что быть там без оружия – это сумасшествие. Наверное, есть те, кто не боится медведей на расстоянии полутора метров. И, как вот рассказывает тот человек, с отцом Бранделя, который тоже иногда работает гидом, и часто работает гидом, я знаю, он использует палку для отпугивания медведей. Мне кажется, что однажды эта история может закончиться плохо. Я не готов взять такой риск ни на себя. Ну и, как, в общем-то, всегда мы отвечаем за гостей, на судне, я не готов взять. Я думаю, что никто не возьмет на себя такой риск. Природа происхождения камней. Так, лучше, конечно, спросить геологов, потому что в шаровой конгренции чаще всего внутри, насколько я понимаю, это какой-то кусочек, ископаемого, то есть это может быть древнее животное, что-то еще, вокруг которого уже нарастают другие породы. Но лучше спросить геологов, я знаю, у них тоже есть споры, там есть две основные версии. Я не буду сюда вдаваться сильно в эти подробности, наверное. Материалы для построения домов, да, муфта тихая, конечно, была построена в 29-м году, но она строилась в течение всего периода существования, по 59-й год. Все материалы были привозные. На Зафаиде ведется много деятельности, кроме туристической. Есть научная или какая-либо другая. Естественно, там не только туристическая деятельность, это национальный парк, то есть там ведется и научная деятельность, и деятельность по охране природы, и туристическая деятельность. Это все, кстати, есть на сайте национального парка, там очень хорошо, как правило, рассказывают о том, что там происходит, как ведется работа. Судно рядового класса, попадают ли они в шторм, и как себя ведут. Суда ледового класса в шторм себя ведут, в общем-то, нормально, если это не ледокол, потому что у судов ледового класса все равно, в общем-то, достаточно стандартный корпус с килем, он просто укрепленный, и они достаточно хорошо, надежно себя ведут в шторм. Поэтому мы не так часто попадаем в шторма, в общем-то, слава богу, на земле Франции Иосифа. Если это ледокол, атомный ледокол, общая ответ победы, который ходит в Северном полюсе, там шторм может быть немножко похуже, но это должен быть тоже очень сильный шторм, просто в силу того, что ледокол – это огромная махина. Перемещение по островам, насколько далеко изучены острова, и насколько глубоко показывают острова, только в нашей доступности. Мы, как правило, острова изучены, я не могу сказать, что они полностью изучены, не так много, где высаживались люди, наверное, на этих островах, хотя изучение ведется. Мы не уходим глубоко в острова, это связано с безопасностью, потому что приезд местности, собственно, обилие белых медведей, есть несколько всего точек, это остров Циглера и, наверное, остров Алжера, где мы можем сходить в такие далекие прогулки, там хорошо просматривается местность, и мы ее достаточно хорошо знаем, все остальное, в общем-то, это высадки, как правило, на берегу, с небольшим каким-то таким погружением, наверное. Опасны ли медведи с воды? Наверное, нужно уточнить. Если мы находимся на воде, они на мидру или как-то так, в общем, медведи могут прыгать на дистанцию до 6 метров, поэтому, если они на льду, а вы на воде в Зодиаке, вы все равно держите достаточно большую дистанцию, для того, чтобы медведь не смог до вас допрыгнуть. Если вы видите медведя в воде, вы просто от него уходите как можно быстрее и как можно дальше, для того, чтобы его не беспокоить. Еще один вопрос. Зимой, кроме пограничников, кто-то присутствует на архипелаге. Да, сотрудники Национального парка Русской Арктики, вот сейчас на земле Александры, два сотрудника, они должны были смениться, но в силу коронавируса есть ограничения полетов на землю Станции Иосифа, и, в общем, они там немножечко застряли и пока находятся там. Очень об этом хорошо рассказывают, собственно, на сайте, в соцсетях Национального парка Русской Арктики, публикуют фотографии от них, рассказывают, как они там живут. Еще вопрос. Я вижу, есть ли там радиоактивные захоронения? Нет, на земле Француза Иосифа никаких реактивных захоронений точно нет. Растет ли на этих островах какая-нибудь ягода? Нет. Можно ли кем-нибудь устроиться на земле Француза? Можно устроиться волонтером Национальный парк Русская Арктика, если есть желание. Грибы растут, а грибов там достаточно много видов. Можно стать волонтером. Как вы стали полярным гидом? Как долго к этому шли? После окончания университета я закончил исторический факультет, и потом закончил в Норвегии программу путешествия, туризм и электронная коммерция. Коммерция мне не пригодилась электронная, а путешествия, туризм пригодились. И уже в университетские годы я работал гидом на Соловейском артилаге в течение всех своих лет в университете, пройдя курсы обучения. И моя первая работа после окончания университета была в Национальном парке Кенозерский, это Архангельская область. Это тоже интересное, замечательное место. Меня просто уже в университете начал интересовать туризм с аспектом на природу, так, чтобы можно было рассказывать людям про природу и историю, и говорить о том, как важно сохранять эту природу. Я какое-то время работал в Кенозерском национальном парке, откуда ушел все у разных причин. Потом работал в музее Малые Карелы под Архангельском, это самый большой музей в России деревянного зодчества, я работал там гидом и методистом, отвечал за качество проведения экскурсий. А в 2011 году я узнал, что создан Национальный парк Русской Арктики, я подал туда заявку, меня взяли на работу, и с октября 2011 года по январь 2011 года я работал ведущим специалистом по туризму в Национальном парке Русской Арктики, а с 2013 года, с января по январь 2017 года я был там начальником отдела туризма в Национальном парке Русской Арктики. опять же, решил оттуда уйти в силу разных причин в январе 2017 года, переехал жить и работать на Шпицберген, в российский поселок Принцбург, где работал в Центре Арктического Туризма Грумманд полтора года до мая 2018 года, а потом решил все-таки, что офис и пребывание на одном месте, скажем так, для меня немножко сложновато. И да, написал друзьям и знакомым, которые работают в различных компаниях. Собственно, мне предложили работу, и я ушел на постоянную работу. И сейчас это моя основная работа. Гидом в Арктику и в Антарктику на разных судах я работаю с несколькими компаниями, и мне, в общем-то, это очень-очень нравится. Вот, да, волонтеров. Я знаю, что Русская Арктика набирает обычно волонтеров каждый год под какие-то цели. Я не верю, что в этом году это возможно. Я тоже видел вопрос, будут ли в этом году круизные на земле Франца Иосифа. Не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Я очень хочу, чтобы они были. Я очень хочу на земле Франца Иосифа. Потому что пока с 2012 года я пропустил только один летний сезон на земле Франца Иосифа. И, в общем, да, я хочу. Хочу-хочу-хочу на земле Франца Иосифа, но в связи, да, со сложившейся ситуацией коронавирусом я не очень уверен, что это возможно. Но посмотрим, как это будет. Пока предсказать, я не знаю. Невозможно. Вот, я надеюсь так. Сейчас, секундочку. Я понимаю, что еще есть какие-то вопросы. Был еще вопрос, улетают ли те самые замечательные птицы, которых мы видели в видео на зиму с архипелога. Да, да, да. Птицы улетают практически все. И единственное, что, по-моему, белые чайки все-таки не улетают далеко на юг. Они все равно остаются где-то на севере. Будут ли лекции про Антарктиду, ни там не вопрос. Это, наверное, вопрос к нам, но вы с удовольствием. И про Антарктиду я отработал всего два сезона. Да, в Антарктиде я отработал всего два сезона, поэтому не тот объем знаний я пока про Антарктиду, какой есть про Арктику. Хотя вот, да. Спасибо Вячеславу за подсказку про книгу. С Вячеславом, в Антарктиде, например. Спасибо огромное за прекрасные отзывы. Я просто сам очень люблю Арктику и, конечно, всем рекомендую. И, скажем так, есть такой вариант рекомендаций, да, что если вы хотите просто познакомиться с Арктикой в первый раз, и никогда в ней не были, отправляйтесь на Шпицберген в круиз, в экспедицию, потому что Шпицберген – это относительно легко доступная Арктика, там лучше погодные условия, и вы тоже много чего увидите. И если вам понравится там, то уже дальше можно начинать исследовать Арктику и отправляться в Восточную Бринландию, например, фантастическую, отправляться на землю Франции Иосифа, на остров Франгеля, и, может быть, однажды пройти по Северному морскому пути, который тоже очень интересен. Я в прошлом году исполнил свою мечту, в первый раз в жизни, не знаю, последний ли, прошел по Севмор пути, и Арктика – это прекрасно. Есть, кстати, в более доступной Арктике, на севере России тоже, я знаю, Russia Discovery тоже организует различные туры, вот на Чукотке мы немножко разминулись буквально с группой прошлым летом. Кольский, да, это прекрасные места. Я очень люблю, кстати, Кольский, пойти вокруг Кольского, это прекрасно, там есть много... Спасибо вам большое. Мы тоже все сказали, я хочу, хочу, хочу на землю Франции Иосифа, мы тоже все хотим, хотим, хотим туда. Вот, я со своей стороны добавлю, значит, как туда попасть. В отличие от Шпитбергена, нет никаких наземных программ, то есть туда нельзя приехать, туда нельзя прилететь, если вы просто путешественник, это только формат круиза. Вот. На сайте Russia Discovery есть несколько программ по ZFI, это связка земля Франции Иосифа и северная земля, связка земля Франции Иосифа, северная земля и новая земля, да, есть такой круиз, и отдельно земля Франции Иосифа. Этот круиз начинается в порту Лангиро, там посадка на судно, и заканчивается он тоже, это Шпитцберген, и заканчивается он тоже на Шпитцбергене, то есть он выходит со Шпитцбергена и идет на землю Франции Иосифа. И как раз-таки в этом круизе вы почти наверняка встретитесь на борту Сергея Широкова, да. Да, да. Практически 100%. И ссылки на эти круизы сейчас наш эксперт Марьяна должна вот в чате вам прислать, и завтра, или послезавтра, когда будет рассылка записи, мы все эти ссылки на эти круизы вам тоже пришлем. И, кстати, на этот круиз, где вы почти наверняка встретитесь с Сергеем, есть спецпредложение, и сейчас его наш эксперт тоже обозначит в чате. Вот. Всем. Да, всегда с удовольствием. Спасибо. Спасибо огромное за внимание. Спасибо. До свидания. Мы заканчиваем. До свидания.